Чехия готовится ко второму туру президентских выборов. Голосование будет проходить два дня, 27 и 28 января. За кресло, которое сейчас занимает Милош Земан, поборются два кандидата, набравших примерно по 35% голосов в первом туре. С небольшим перевесом соперника пока опережает генерал в отставке Петр Павел. Ему 61 год, ранее он возглавлял чешский генштаб и был председателем военного комитета НАТО. Петр Павел – проевропейский политик, который выступает за продолжение членства в Евросоюзе и поддержку Украины. В 1980-х годах он состоял в Коммунистической партии, владеет русским языком, но не поддерживает идею о сотрудничестве с Россией. Его соперника, миллиардера и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша называют чешским Орбаном. Он евроскептик, выступает против приезда мигрантов и европейского плана по борьбе с изменением климата. Андрея Бабиша поддерживает и действующий президент Чехии Милош Земан, до февраля 2022-го известный своей пророссийской и прокитайской риторикой. За несколько дней до первого тура чешский суд оправдал бизнесмена по делу о махинациях с европейскими субсидиями, что, по мнению политологов, добавило ему очков на выборах, как и его дискурс о дипломатическом решении конфликта в Украине. Бабиш использовал тему войны, войны в Украине, и стал представлять себя миротворцем. А Петр Павел – генерал в отставке. Это создало ему образ милитариста, ястреба человека, который угрожает вовлечь нас в войну. При этом должность президента в Чехии скорее церемониальная. Он может влиять на имидж страны за рубежом и выступать с заявлениями, но внешнюю и внутреннюю политику все-таки определяет правительство.